Продолжение следует... В такий раз, когда вы прекращаете продвигаться в вере и отступаете в страхи, вы либо идете на поводу своих страхов и начинаете путь к отступлению, либо проявляете веру в живого Бога и решительно продвигаетесь вперед. Когда вы продвигаетесь вперед, Бог устраняет препятствия. Когда вы делаете возможное, Бог сделает невозможное. Сегодня в программе. Если вы прислушиваетесь к своим страхам вместо того, чтобы смело с верой продвигаться вперед, это путь к поражению. Я видел это в жизни многих людей, потому что это случается с отдельными людьми, с отдельными служениями, с компаниями, с церквями, и также с разными странами. Когда вы прекращаете продвигаться в вере и отступаете в страхи, а всякий раз, когда вы перестаете двигаться вперед, вы на самом деле отступаете. Когда вы стоите на месте или стоите на развилке, перед вами только две дороги. Вы либо идете на поводу у своих страхов и начинаете путь к отступлению, либо проявляете веру в живого Бога и решительно продвигаетесь вперед. Мы с вами знаем, что страх поленил больше людей, чем тюрьма Алькатрас. Страх сковал в цепи больше людей, чем мы можем себе представить. Страх подавляет все творческие способности людей. Страх разрушает мечты. Страх — главный враг христианского свидетельства. Страх — главный враг великих дел для Бога. И сатане нравится, когда мы боимся. Он любит, когда мы в страхе. Я надеюсь, вы уже открыли 14 главу книги «Исход». Мы посмотрим с 10 стиха 14 главы. Я продолжаю серию проповедей, в которой мы говорим о том, как Моисей дошел до момента в своей жизни, когда он смог отказаться от золота мира ради славы Божией. Мы видели 9 различных сверхъестественных сил Яхвы, которые были использованы против египетских богов. И затем, в последней проповеди, мы увидели окончательную, самую губительную казнь. Десятый суд Божий был апогеем. Это был гранд-финале. Здесь мы видим израилитян, выходящих из земли рабства после 400 лет в египетской грязи. Под руководством Моисея они, наконец, приходят к свободе. Но как только они столкнулись с, казалось бы, невозможной ситуацией, что же они сделали? Разве сказали они друг другу, братья, наш Бог, великий Бог, Бог сделал все это в Египте, чтобы избавить и освободить нас? Он снова что-то сделает, чтобы нас спасти. Бог десять раз проявлял свою силу на наших глазах, и Он сделает это снова. Разве это то, что они сказали? О, нет, конечно, нет. Они сделали то, что делает большинство из нас, когда перед нами гора невозможного, а именно мы паникуем. Да, давайте будем честными друг с другом. Мы паникуем. Впереди них было Красное море. За ними гналось войско, насчитывающее 600 боевых машин, колесниц, ведомых самим фараоном, а не его, полководцами. Рядом с ними пустыня и гора. И на тот момент у них было только три варианта. Но прежде чем мы заглянем в Слово Божие, я прошу вас внимательно меня послушать. Я знаю, это мое свидетельство. Но также я знаю, что это свидетельство большинства из вас. Каждый раз, когда вы пытаетесь сделать великие дела для Бога, когда вы пытаетесь двигаться вперед, когда вы пытаетесь сделать что-то значимое в своей христианской жизни, а вы слышите три голоса, не двое, как в фильмах, дьявол с одной стороны, ангел с другой, которые разговаривают с вами, и все такое. Это просто глют. По факту вы слышите три голоса. Вы слышите голос дьявола, который говорит вам в этот момент, «Отступи, вернись назад, сдайся, тебе не добиться успеха. Ты сделал все возможное. Хватит даже пытаться, все напрасно». Также вы слышите второй голос, и это ваш голос, ваш собственный голос. Не стоит его недооценивать. А вы слышите свой собственный голос, который говорит вам, «Стой спокойно, ищи выход, держи стойко, дружище, у тебя все получится. Возьми трубку, скажи всем, что ты хочешь услышать, я надеюсь, из этого что-то выйдет». И также вы слышите третий голос. Это голос Бога. Это голос Господа. Он скажет вам, «Иди вперед, ничего не бойся, просто верь». Мне верь, и ничего не бойся, слышишь? Верься мне и моим обещаниям. Наберись мужества. Будь стойким, верю. Положись на меня, воззови ко мне, я помогу тебе. Только слушайся меня и делай то, что я велю». Эти три голоса ясно видны в 14 главе, и я хочу показать их вам, начиная с 10 стиха. Посмотрим этот отрывок из Писания вместе. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот, египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. Мало того, что они были поражены страхом, но в 11 стихе говорится, что они накинулись на Моисея, я объясню это через минуту, и заявили такое, что на голову не натянешь. Мы никогда не хотели покидать Египет. Да что вы! После 400 лет в кирпичных чанах фараона по колено в грязи они заявляют, мы никогда не хотели уходить из Египта? Казалось бы, побывав в египетской грязи, делая кирпичи для египтян, испытав на своих спинах плети египетских надсмотрщиков, они должны быть готовы пойти куда угодно, сделать что угодно. Но нет, они хотят вернуться, а они хотят вернуться. Почему евреи хотели вернуться в египетскую грязь? Почему они хотели вернуться туда, где их били плетьми? Скажите. Почему? Из-за страха за свою жизнь, правда? И знаете что? Это естественно. Это вполне естественный страх. Я не стану утверждать, что если вы оказались в такой ситуации, то вы поступили бы как-то иначе. Нет, их реакция была естественной. Они видели, что на них движется могущественная армия фараона. Они видели перед собой мерцающую гладь Красного моря. И все, что они могли видеть, так это смерть. Итак, Моисей возвал Господу. Вы знаете, что иногда мы делаем правильные поступки по неправильной причине? Они взывали Господу. Моисей возвал Господу. Это правильно. Но в панике они начали взывать с воплем. Они взывали, думая, что Бог их не спасет. Это неправильная причина. Как человек, столкнувшийся с худшим видом страха, который только можно представить, хочу вас уверить, что порой бояться очень даже естественно. Иногда очень естественно беспокоиться, когда вы сталкиваетесь с горой под названием «невозможность». Послушайте, то, что вы делаете с этими естественными чувствами страха и тревоги, определяет, станете вы победителем или жертвой. Но израилитяне сделали то, что тоже естественно. Они посыпали все обвинения в сторону лидеров. Могу я услышать на это ваши аминь? Вы о таком даже и не слыхали, правда? Бог не видим. Его увидеть невозможно. А вот лидеров очень даже заметно. Народ видел перед собой Моисея, и они саркастически сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте?» Вы видите здесь сарказм? Если нет, то позвольте мне вам объяснить. Египет был заполнен могилами, пирамиды там повсюду. 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам?» Да неужели? Когда это такое было? Кто из вас знает, что люди лгут, когда чувствуют угрозу? Все, что я изучал, говорит о том, что страх это главная причина лжи. Здесь мы ясно видим, что нет ни единого доказательства того, что они говорили до этого. Мы не хотим идти, мы хотим остаться здесь, в Египте. Мы любим эту грязь, мы любим работать по колено в грязи. Нам это по сердцу. Мы любим делать кирпичи для египтян. О, Моисей! Нам так не хватает ударов плит сми от надзирателей. Единственный раз, когда они жаловались, это когда фараон удвоил их работу, потому что они хотели остановить Моисея. Они были рады видеть, как Бог чудным образом борется с фараоном, ступая за них. Только подумайте, если бы израилитяне вернулись в Египет, если бы Моисей сказал, «Послушайте, хватит этого с меня, возвращайтесь назад в Египет», то с таким же успехом можно отменить все, что Бог сделал в 12-й главе Исхода. С таким же успехом можно отменить веру Авраама, отправить Авраама обратно в Бурхалдийский. С таким же успехом можно отменить историю Исаака, Иакова и Иосифа. Также можно аннулировать их будущее, потому что именно из чресел некоторых из этих людей произошло семя Саула, Давида и Еремии и Езекииля и Ильи. Некоторые из них были человеческим семенем Мессии, Господа Иисуса Христа. Их будущее ждало, пока они стояли перед горой невозможности. Должен вам признаться, мой разум не может постичь. Я пытался, но не мог понять, что бы произошло, если бы они вернулись в Египет. Задайте себе вопрос. Пожалуйста, позвольте этим словам из Слова Божьего отобразиться о ваших сердцах. Ответьте себе на следующий вопрос. Сколько раз Бог хотел, чтобы вы шли вперед, но вы шли на поводу своих страхов и отступали. Сколько раз Бог хотел, чтобы вы шли вперед и освободились от зависимости, но вы продолжали возвращаться на свою блевотину. Сколько раз Бог хотел благословить вас своим путем, но вы настаивали на том, чтобы получить благословение по-своему. Сколько раз вы слышали голос Бога, говорящий, «Иди вперед, будь верен мне», но вместо этого вы сдавались. Я не пытаюсь загнать в вас чувство вины. Я хочу, чтобы вы продвинулись вперед. А вы знаете, что Бог никогда не благословляет человека, который оглядывается назад. Жена Лота тому подтверждение. Я имею в виду, что она символ человека, который оглядывается, когда Бог велит, «Иди вперед!» Остальное, как говорится, уже история. В Кадес Варни, те же люди, которые начали двигаться вперед, десять из них вернулись и сказали, «Мы не можем идти вперед в обетованную землю». В результате они сорок лет скитались по пустыне. В Евангелии от Луки девятой главе Иисус попросил двух мужчин следовать за ним. У каждого из них нашлись свои отговорки. Послушайте, что Иисус сказал, в 62 стихе девятой главы Евангелия от Луки. Я знаю, что для некоторых из вас, современных людей, это прозвучит сурово, но это абсолютная правда, потому что эти слова исходили из уст Господа нашего Иисуса Христа. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Это не мои слова, это слова Господа. Сатана хочет, чтобы вы вернулись. Ваш голос говорит, держись, будь стойким. Но Бог говорит, двигайся вперед. Посмотрим 13 стих. Стараясь изо всех сил в данных трудных условиях, Моисей сказал им, не бойтесь, стойте спокойно. Я уверен, что стоять на месте было немного лучше, чем вернуться в Египет. Лучше, но ненамного. Этого было недостаточно. Стоять на месте было хорошо, но недостаточно. У Моисея была вера, но он не продвигался вперед до конца. У Моисея была вера, но он не понимал необходимости действовать в соответствии с этой верой. У Моисея была вера, но это была вера пассивная. Если бы они стояли спокойно на месте, как вкопанные, то они умерли бы от паралича. Если бы они стояли на месте, у них был бы тот же результат, как если бы они вернулись в Египет. Самоубийство, думать, что мы с вами можем стоять спокойно в нашей вере, вместо того, чтобы идти вперед с Иисусом, послушайте, это самоубийство. Вера движется вперед. Вера это риск. Вера идет на риск. Вера выходит из зоны комфорта. Вера это полное доверие Богу во всем. вот вам правда. Стоять на месте невозможно, потому что ваша вера это подъем. И вы либо идете вперед, либо двигаетесь назад. На склоне нельзя стоять на месте. Должен вам признаться, лично я наиболее всего боюсь самодовольства. Я не беспокоюсь о деньгах, не беспокоюсь о цифрах, не беспокоюсь о программах, но я глубоко беспокоен вкрадывающемся духом самодовольства. Если бы я мог вытащить свое сердце из груди и положить его перед вами, а вы бы увидели, что больше всего меня беспокоит в людях мой самый большой страх, это самодовольство, это дух осуждения и сконцентрированность только на себе. и поверьте, самодовольство, критика и концентрация на себе идут рука об руку. Это действительно так. Они неразделимы. Как-то Чарльз Пэрджон сказал, «Те, кто обладают даром критики, это те, кто завернул свой духовный дар в салфетку». Сатана сказал, «Вернитесь». Моисей сказал, «Стойте». Но Бог сказал, «Идите вперед, продолжайте идти вперед». Посмотрим 15 стих. Вот что Бог сказал Моисею. Он сказал, «Что ты выпьешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, чтобы они шли вперед». Очевидно, Моисей в тот момент пребывал в позе молитвы. И да, это было правильное время, чтобы вызвать к Богу, но также для Бога это было время встать с колен и что-то сделать, действовать. В 85-86 годах я усиленно молился. Я молился и постился. Господь что-то делал в моей жизни. Я не знал, что это было, но я молился. Господь ясно показал мне, что Он желает, чтобы я родил эту церковь. Сказал ли я, «Да, Боже, пойдем и сделаем это?» «Нет, я этого не сделал. На самом деле, после молитвы, я никому не сказал об этом, даже жене. Это было между мной и Богом. Я слышал, как Бог очень ясно говорит о рождении этой церкви, но я был напуган, я волновался, и Господь увидел, что мне нужно вытащить это из себя, и Бог послал человека, который буквально вытащил это из моего сердца, а именно то, что Бог велел мне сделать, и как только я рассказал ему, он передал это нескольким людям, деваться было некуда, я был вынужден начать действовать, и Бог говорит, «Если вы будете молчать об этом, я вытащу это из вас». Конечно, вы знаете, как сильное посвящен молитве, и как мы, как церковь, посвящены молитве и ценим важность развлечения голоса Духа Святого. Но тогда Бог научил меня чему-то, и я молюсь, чтобы Бог научил этому каждого из нас, из своего слова, что есть время молиться, и есть время действовать, Чарльз Спэрджон обычно говорил своим прихожанам, «Пришло время, чтобы церковь закончила обсуждение и приступила к работе». И он продолжал так, «Я верю в яйца, но мы должны получить из них цыплят. Мне все равно, насколько велико ваше яйцо. Оно может быть размером со страусиное, но если в нем ничего нет, то это просто скорлупа». А затем он продолжал. «Пока комитеты тратят время на резолюции, начните что-то делать. Пока общество и союзы создают конституции, приобретайте души для Христа». Слишком часто мы обсуждаем и обсуждаем, а сатана тихонько посмеивается. «Пора покончить с планированием и начать хоть что-то делать. Делайте хоть что-нибудь». Конец цитаты. Бог говорил израилетянам, «Когда вы двинетесь вперед, я разделю для вас Красное море». «Когда вы продвигаетесь вперед, Бог устраняет препятствия. Когда вы продвинетесь вперед, Бог благословит вас. Когда вы выполняете свою часть, Бог делает свою часть. Когда вы делаете возможное, Бог сделает невозможное. Аминь и аминь». Продолжение следует...